На самом деле для меня было большим удивлением узнать, что в Тюмени и есть свои сумоисты. Чем они отличаются от японских? Что такое маваси? Какой у них рацион питания? Узнаем прямо сейчас у человека, который в Тюмени тренирует юных сумоистов. Александр Конорев, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Приятно попасть к вам на тренировку. Но и самый первый вопрос. В чем разница между японским сумо и тем, которое вы преподаете здесь, ребята? Ну, наше сумо отличается прежде всего тем, что у нас есть весовые категории, есть деление на мужчин и женщин, чего нет в профессиональном японском сумо. В японском сумо, да, там же женщины вообще не допускаются. А так у нас даже девочки тренируются. А вы тренировали уже кого-нибудь? Ну, есть девочки маленького возраста, которые еще, ну, будущие чемпионки. Кстати, сразу спрошу, как правильно называется поле, в котором бодрится? Дахё. Что оно из себя представляет? Здесь у нас же имитация сейчас только на наших татарях. Квадрат, на котором находится круг с бортиком, который называется кадавара. Диаметр 4,55. И за этот круг нужно как раз-таки вытолкнуть для того, чтобы одержать победу? Либо за круг, либо в круге поставить человека на третью точку. Ну, то есть касание, кроме стопы, любое касание. Любое касание, то есть рукой, чем угодно. Коленом, даже косичкой у девочек. Если коснулась волосами, то всё? Удивительно. Давайте теперь про маваси. Так называется тот самый поезд, которым знамениты все сумоисты. Мне его можно как-то повязать? Попробовать? Конечно. Переодеться, да? Хорошо. Вы тогда пока продолжайте тренировку. Спасибо. Александр, так, мне кажется, я почти готов повязать маваси, но только давайте расскажем нашим зрителям, что это вообще такое. Поезд для сумоу – это повязка, с которой спортсмены выступают на соревнованиях. Можно? Конечно. Попробуйте. Слушайте, вообще внешне напоминает пожарный гидрант. Извините, если я… Очень плотная ткань. Очень плотная ткань. И в сколько слоёв? В четыре слоя она, получается, сворачивается? Удивительно. И а длиной? Длиной она сколько? Ну, этот пояс – четыре метра. Четыре метра? Да. Несколько раз нужно обмотать вокруг своего тела. Там какой-то особенный ритуал. Вы видите этот масштаб, я надеюсь, да? И вот это повязывает каждый сумоист. Любитель, профессионал, неважно. Но я вижу, что некоторые ваши ученики занимаются в обычных поясах, как, допустим, в карте или в дзюдо. Ну, это для начала. Это для начала. Как мне её повязать? И могу ли я вообще, имея на это право? Вдвоём, только с помощью. А, то есть это коллективно, здесь ничего индивидуально, в общем-то, не происходит, да? Ну, одному будет очень сложно повязать, плотно залезать так, чтобы не развязалось. Если пояс в мавасе развязывается, это засчитывается поражение тому, у кого развязался пояс. Неважно, в любительском или в профессиональном. Да, да. То есть три условия. Это либо положить своего оппонента на любую часть тела, кроме стопы, либо вытолкать его за пределы. Дахё? Почти выучил. И третий, это, получается, ну, в случае, если развязался мавасе. Как его затянуть так, чтобы он не развязался? Давайте сейчас как раз-таки попробуем. Берём. Окей, здесь я беру. И всё, я прижимаю. Да, прижимаю. Отлично, отлично. Одной рукой прижимайте, второй рукой здесь держите. Здесь, хорошо. Пускай. Сзади тоже пока продолжаю держать, правильно? Да, да, да. Вообще, слушайте, чувствую себя довольно комфортно. Можно уже не держать. Не держать. Я стильный, я мощный. Я, в принципе, готов бороться со школьниками. Я сегодня буду самым наглым телеведущим. Хорошо. Ещё есть вопрос по поводу того, как должен происходить сам процесс борьбы. Какие есть условия, что разрешено, что запрещено. Прямые удары и тому подобное. Толчки, прямые толчки. Можно в грудь, подбородок, в принципе, блядь. То есть это происходит вот этой частью? Да. И нельзя. Широко? Вот, только прямо. Только прямая. Да, да. И любые броски. С кем из ваших учеников я могу встать в спарринг? Ну, с Денисом. Попробуйте с Денисом. Денис сколько весит? 70, 71. Денис, сталь навесает. Сейчас, Денис, давайте вашу руку. Вы будете моим соперником, я так понимаю. Давайте посмотрим, сколько ваша рисовая категория. Так, в одном углу ринга у нас Денис, 15 лет, 72 килограмма. Во втором углу ринга старик, 27 лет, Влад, 92 веса килограмма. Под вашим руководством, что мы сейчас делаем? Ритуал. Ритуал. Мы показываем, что наши руки... Да. Поднялись. Подошли на стартовую линию. Представим условную стартовую линию. Нам кулаки на линию. По команде хоккейа начнете. Хоккей. И какой процесс должен произойти? Кто-то вытолкнет, или кто первый кого-то? За красный? Все, вышел. Победил. Я победил школьника, но это была разминка. Подождите, сейчас ты можешь быть в полную силу, чтобы... Чтобы уж давайте все было по-честному. Сейчас просто руки на линию. Руки на линию. Спасибо. Вот и все. Вот и все. Вот она, агрессия спортивная. Спасибо тебе большое. Может, поаплодируйте, ребят, своих. Просто красавчик. Вам спасибо большое за этот экскурс. И я уверен, что теперь сумоистов в Тюмени будет больше. Давайте в завершение нашей беседы мы посмотрим, как борются равные соперники. А вам спасибо.